Вибрацию можно снимать с помощью датчика вибрации, который 4,20 мА возвращает в основную гармонику. А можно снимать с помощью микрофона, по сути, с помощью датчика, который на большой скорости все это будет обрабатывать. Хорошо, здесь тоже приз не до конца востребовано. Но, например, задачи всевозможных манипуляторов роботов. Допустим, из нефтянки, например. Вот идет прокладка нефтепровода. Вот манипуляторы скручивают винтовым соединением две части трубопровода. Если не использовать ПЛИС, а использовать недотерминированную систему, более медленную, то есть шанс сломать систему. Она быстро крутит, допустим, скручивает. ПЛИС помогает работать быстро и надежно. Допустим, вот идет соединение. В тот момент, допустим... Как она так быстро крутит? Причем здесь ПЛИС, понимаете? Как это... Нет, это очень интересный пример. Понимаете, вопрос, значит, детерминированный, недетерминированный. ПЛИС вообще не относится. Я могу сделать нечеткую водику, на чем угодно. Хоть на процессоре, хоть на ПЛИС. Понимаете, ну ПЛИС, вот единственное, что я могу предположить, вот так вот, пытаясь ответить за вас на свой же вопрос, это тогда, когда у меня много-много датчиков, да, и у меня процессора не хватает входов. Вот у ПЛИС я беру, у него входов много, я там что-то заобработал, параллельно запустил какую-то первичную обработку, все это такое вот я сделал, и потом дальше процессор, вот в цинке, да, отлично, там целых два ядра ARM9, там они схватили, и все там, глинукс подняли, что угодно, все сделали. Это единственное, что приходит в голову, глядя на ваши вот эти вот... Могу добавить еще одного применения. Наверное, имеется в виду, что ПЛИС может прямой угольный сигнал управляющий генерировать. Так и процессор может, пожалуйста, в контроле, точнее сказать. Быстрее, наверное, будет. Нет, быстрее. Ну какие там частоты? Ну ПЛИС работает на сколько? 40 МГц, у меня тактовая частота. Ну, разные есть, ну да, да, пожалуйста. А еще... По процессоре есть 600 МГц. Смотрите, сколько... Ну, много, и не все будут поставить. Я говорю, ну просто... Еще один пример, да, где это может испытываться? Это вот система управления замкнутой, да, то есть когда мы получаем сигнал с датчика, да, у нас какая-то модель крутится, мы должны отклик сгенерировать, да, соответственно, у ПЛИС цикл управления это порядка 25 наносекунд. Я-то все очень спорно, ну все, вопрос-ответ, я ваш понял. То есть там, там, где быстро надо отреагировать. Я дискутирую, я сейчас в своем докладе как бы там отдельно выступлю, как у меня не вопрос, а выступление. Сколько стоит вот Марию наше студенте? Да, вопрос. Марию для ВУЗы, они его покупают, сколько там получается, около 30 тысяч рублей. То есть 1000 УЕ за... 500. А, 500. Да, 500 УЕ. В принципе, можно такой же купить плат, ну там, у производителей одноплатных компьютеров, или там какую-то борьбу на ПЛИС. Да, там не будет возможности на ЛАВЮ это программируют. Это на самом деле, вот те, кто прошел этот путь, они понимают, как это ускоряет процесс. Это реально, вот, с точки зрения скорости точно поморачивает. Ну, вот вы говорили, что транслятор, да, вот, из ЛАВЮ, вместе с Алинсом, да, вот, ну, был создан. А вообще какие-нибудь, ну, не знаю, какие-нибудь испытания, какие-нибудь сравнительные характеристики, там, то, что напишут, например, на языках системного, там, ну, на HD или какой-нибудь, там, да, языке напишут, ну, и на ЛАВЮ. Ну, понял. Смотрите, я понял вопрос, как работает компилятор. Если задача требует, допустим, 10% ресурсов ПЛИС, вот она его не занимает полностью, то, например, компиляция, она будет оптимизирована таким образом, чтобы сама компиляция была произведена быстро, да, но код будет неоптимальным с точки зрения ресурсов ПЛИС. Если на первичном анализе кода понятно, что ресурсов ПЛИС требуется много, тогда компилятор адаптируется, и он начинает ужимать, ну, подруг, он будет дольше компилировать, да, но ПЛИС будет использоваться более эффективно. А с точки зрения, насколько быстро будет реагировать, ну, допустим, цикл управления, да, насколько коротким будет, это, ну, по сути, зависит от программы, да, как мы напишем. В LabVIEW это можно на низком уровне все прописывать. А каких-то именно бенчмарков, вот, одну и ту же задачу решить, там, написать полностью на, допустим, в HD, да, либо на LabVIEW в PJ, я не искал. Они, может быть, есть, я не смотрел. Одни мои коллеги говорят, что очень много информации отправляется куда-то с ваших блоков, и им пришлось отрубить вообще интернет. Без проблем, как бы, я знаю, что можно отправить на компиляцию на обученный сервис. Это, как бы, отдельная тема. У вас есть политика компании, что вы собираете со всех модулей при первом их приключении к интернету какую-то информацию? Нет. Или не знаю. Или не знаю. Вот на самом деле нет. Да. Если очень. У меня вопрос. Я просто пропустил, мне нужно было кое-что сделать. То есть вы уже, возможно, это просто показывали. Я вообще, видя LabVIEW очень давно, и у меня было впечатление, что там есть способ, с помощью некоторого графического представления специфической задачи. Но, когда вы говорите про LabVIEW FPGA, то есть на каком уровне абстракции вы, собственно, создаете дизайн? То есть у вас есть какая-нибудь картинка с этим уровнем абстракции? Можно это выразить? Я бы сейчас еще слабый вертозу. Вот тебе там очень быстро. Потому что из этого можно сразу понять эффективность по сравнению с их дел. Там, смотрите, там не будет, что на такую-то ножку плиз подать такой-то сигнал. Нет, я вообще не по ножке. Я пытаюсь понять уровень абстракции, я пытаюсь понять уровень абстракции, что является ли это, так сказать, cycle accurate, то есть нужно ли специфицировать поведение в каждом такте, или же вы делаете некоторый алгоритм, и оно потом само определяет циклы. Чаще всего используется, допустим, вот такой маленький кусочек, он, конечно, не показательный, то есть вот этот цикл вайл, да, традиционный. Для плиз тут еще набор параметров, допустим, откуда мы берем, какой клоф. Это у вас счетчик, то есть тут вы просто ставите схему со счетчиком, с компарактером. Это Digital Input 0 с первого модуля. Вот у нас правой сигнал, мы его на плиз сравниваем с каким-то значением предыдущего из буфера. Вот какая-то логика есть. Вот один цикл работает. А, ну это на самом деле действительно cycle accurate, потому что у вас реально Dead Trigger находится только в счетчике, это комбинационная логика, то есть это просто способ представления HDL, и у вас есть собственный синтезис-тул, который, значит, работает либо быстро, либо работает медленно в зависимости от... Ну, да, можно бы сказать, если я это правильно понимаю. Ага. То есть у вас вот главный способ спецификации алгоритма, он такой, для реализации в FPGA. Да. Понял? Хорошо. Если, правда, все-таки очень сильно захотеть и использовать графически, да, правильное программирование, все-таки, на вериловке есть такая возможность? На VHDL. Так как у нас в PLEASE только Xilinx используется, да, вы, допустим, полностью сделали на VHDL-код. Испотель функционала, то есть все интерфейсы, они будут, условно, по сути, вы это IP-ядро должны собрать, IP-ядро, да, и его отсюда вызвать. А, то есть вот какой-то простейший... Здесь простейший код будет, вот, как бы, есть входы, есть выходы, IP-ядра. Вот, все, вы в цикле здесь будете гонять, допустим. Так, от чего он мне поддержит, в таком случае, верилог? От того, что и Xilinx, VVADO, и Xenopsis, Simplify, и некоторые другие средства для Xilinx поддерживают верилог. То есть, то есть, LabVIEW использует свои собственные синтезаторы, или они используют вот кого-то другого? Это совместный продукт с Xilinx и National Express. Вот это синтезатор. А в последней версии там появилась возможность по сути на саму компиляцию, в общем, передавать компиляцию именно в среду VVADO и там дорабатывать функционал. То есть, я вот сейчас не готов честно сказать подробно, это что-то новое, если не дошел до этого. Но да, в VVADO можно как бы доделывать код. То есть, совместно использовать и LabVIEW в 5G, и VVADO. То есть, это вообще исходно был некий собственный синтезатор, который поддерживал только VHD, но сейчас еще сделали опцию, что можно VVADO, и там уже VHD особо нет. То есть, IP-ядра, да, с ними VHD можно испортить. Они с самого начала как бы не разрабатывали чисто VHD, совместно. Ну, ладно, это вообще-то все. Главное, значит, я понял принцип как ассоциализировать с дизайном. Хорошо? У меня короткая вопрос, вы говорите, там, в поезда вставляете и прочее. Допустим, на нефтяных тех же самых вышках бывает температура отрицательная. Как у вас с надежностью всего этого? Ну, VHD минус 40 стоит. Соответственно, если более низкие температуры, тогда еще внешний бокс используется с термосом. Таким вот образом. Ну, а по надежности в спецификации там наработка на отказ в области. это именно сприксы. Как бы в спецификации на всю систему все тестировалось. Еще какие-нибудь вопросы? Может быть. Все? Спасибо тогда. Послушаем. Спасибо.